Девушки отдыхают Посмотрим, будет ли у него слово, которым он хочет поделиться с нами Может нет, ну хорошо Давайте откроем Матфея 13 Стих 57 Я хочу поделиться тем, что Бог вложил мне в сердце сегодня И это касается почтения Есть определенные вещи, которые мы должны развивать в наших жизнях И я верю, что это в первую очередь работа Духа Святого развивать в нас эти вещи Когда дело касается почтения или чести, не думаю, что мы именно можем себя просто дисциплинировать Потому что я верю, что это должно быть прикосновение от Бога Я знаю, что в церквях мы говорим о власти Но власть сама по себе не появляется Во всяком случае не в теле Мессии Потому что власть, она приходит от Бога, от встречи с Богом Тебе нужно получить прикосновение Его власти Прежде чем быть властью для кого-то И прежде чем мы примем эту власть всем своим сердцем Точно так же, Отец Небесный, Он имеет власть Но Он не хочет заставлять нас просто что-то делать Он хочет прикоснуться к нам своей любовью Когда мы уже можем сказать Папа, Отче Чтобы мы естественным образом захотели стать под Его власть Но Он не будет нас заставлять Он любит, и Он хочет, чтобы мы в любви это сделали Нам нужна встреча с Ним, переживание Его Чтобы наше сердце изменялось в Его отцовстве Точно так же, почтение Почитать — это значит ценить что-то И есть много причин, по которым мы ценим что-то Мы ценим что-то, потому что там есть чье-то имя, например Я не говорю сейчас только об одежде Я знаю, что одни джинсы могут стоить больше, чем другие И не обязательно, потому что там более качественные материалы Просто потому что там есть бренд И этот бренд, он увеличивает стоимость этих джинсов И точно так же, что-то имеет большую ценность для нас, потому что это что-то личное И моя дочь нарисовала рисунок, когда я была тринадцать Это мама Лэндона Когда я была тринадцать Она нарисовала прекрасный рисунок И я везде его брал, куда бы мы не переезжали Он у меня висел в офисе И он не висел, потому что это Рембрандт или Ван Гог или еще кто-то Не по этой причине Я его ввешал, потому что это что-то для меня значило И я, когда смотрел на этот рисунок, я думал о своей дочери Тебе хорошо? Рады тебя видеть Мы это запланировали И когда мы смотрим на что-то, что-то может иметь особую ценность Из-за имени или бренда Но также это может иметь ценность, потому что ты лично в этом заинтересован Это тебя касается И мне очень нравится этот рисунок, который нарисовала его мама Также мы должны прийти в такое место в наших сердцах, где мы ценим то, что Бог нам дает Мы можем просто так сделать обстоятельства, что оно само по себе произойдет Снова же, это работа Духа Святого И мы должны просто попросить Боже, дай нам правильно ценить то, что ты ценишь Дай мне видеть вещи так, как ты видишь Если ты ценишь людей, помоги мне точно так же их ценить, как ты Если ты ценишь определенный порядок, научи меня ценить такой же порядок Матфея 13 И мы в следующий последний стих, verse 57 Можете открыть, если можете И соблазнялись о нем Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве Своем и в Доме Своем В этом случае Ишуа не почтили И из-за этого он не смог совершить много чудес из-за их неверия Если мы почитаем кого-то, мы верим в кого-то Но иногда, например, я верю в кого-то, только потому, что Бог сказал верить И вот Ишуа пришел в свой родной город Назарет И они смотрели на него, как на того, которого знали всю свою жизнь И они сказали, что он из себя делает Мы слышали, что он совершает великие дела повсюду Но мы-то на самом деле знаем, кто он Знаем его маму, папу Братьев, сестер Да кто он вообще? Мы и так знаем, где он живет, его адрес Даже его имейл знаем и номер телефона Может быть, все-таки сомневаюсь, что такое было во времена Ишуа Но они были знакомы с ним И это вот такое фамильярное отношение к нему заставляло их не верить в него Они не почтили его достойно Мы говорим о Мессии, о котором пророчествовали Мы говорим о спасителе еврейского народа и всего мира Он пришел, чтобы дать пленным освобождение Чтобы исцелить больных Чтобы принести жизнь человечеству И вот он в их городе И они даже не почтили его за это Но он мог пойти в другие места, как Капернум, например И там его почитали Его почитали в Иерусалиме В том месте, где он был крещен В Ерихоне Но он пришел домой, и его не почтили там И Писание очень четко говорит в 58 стихе И не совершил там многих чудес по неверию их Нам нужно почитать тех людей, которых Бог нам говорит почитать Который Бог говорит, что они должны иметь почтение Я раньше не понимал этого Однажды я был в отпуске с женой И я проснулся где-то в 3 утра И просто этот стих, он в моем разуме Просто начал проигрываться постоянно Что не бывает пророк без чести Разве только в отечестве своем и в доме своем И я сказал, хорошо, отец, я слышу это в своем духе Я пошел спать, он меня снова разбудил Точно тот же стих опять крутился у меня Что не бывает пророк без чести Разве только в отечестве своем и в доме своем И я сказал, хорошо, папа, поговори со мной Что ты имеешь в виду? Я ничего не услышал Я снова пошел спать Он опять меня разбудил Опять тот же самый стих Не бывает пророка без чести Только в отечестве своем и в доме своем И я уже начал себя как бы жалеть Я пророк в своей собственной церкви Он просто говорит, что у него английский совсем другой, техасский И я начал себя жалеть И в той церкви, в которой я был пасторем Я был всего лишь О, Олен О, пацан, привет, как дела? Вот так ко мне относились И я начал себя жалеть Я не чувствовал, что меня любят И я не чувствовал, что меня почитают Но на самом деле они любили меня Они правда любили и любят меня до сих пор Здесь вопрос не в любви Вопрос именно в почтении Вопрос в том, чтобы действительно Вкладывать ценность во что-то Я же не хожу, например, к своему врачу и говорю О, привет, пацан, как дела? И я не подойду, ведь президенту США Неважно, кем он является И не скажу, привет, дружище, как дела? Молодец, классно получается Есть ценность его позиции И мы чтим это положение И точно так же я неловко себя чувствовал по этому поводу И я перед тем, как идти еще раз спать Я сказал, Боже, я знаю, что меня не почитают так, как должно Я пошел спать Опять меня разбудили И Бог опять то же самое сказал Что не бывает пророка без чести Разве только в отечестве своем и в доме своем И я сказал, я сдаюсь, Боже Хорошо, пойду возьму Библию, компьютер, буду изучать слово Я буду изучать каждое слово по-гречески Я хочу понять, что ты говоришь, Боже Я пошел в очень тихое место сам Открыл Писание и говорю, Боже, покажи, что ты имеешь в виду И начал изучать каждое слово Спустя полтора часа солнце начало вставать Но я до сих пор не мог понять, что он имеет в виду И я сказал, все Я больше не буду пытаться, не буду ничего изучать Буду читать просто каждодневное чтение И очень четко я помню Что на тот день у меня было по плану исход Я читаю Библию каждый день У меня план, которому я следую И где-то полтора-два раза в год я прочитываю полностью Это я чувствую, что меня Бог так побуждает поступать Я не хочу на вас налагать какие-то обязательства Пусть будет так, как Бог вас ведет Но я люблю читать страницу за страницей И в то утро у меня был по плану исход 14 И в четвертом стихе я читал А я ожесточу сердце фараона И он погонится за ними И покажу славу мою на фараоне И на всем войске его И познают египтяне, что я Господь И сделали так Народ Израиля, он покидал Египет В котором он находился в рабстве И они подошли к Красному морю И войско фараона следовало за ними И они попали в узкое место И Моисей говорит с Господом И он говорит, слушай, у меня есть план Бог говорит, что я ожесточу сердце фараона Потому что я хочу, чтобы меня почтили И я подумал, Господи, это интересно И я только что ведь изучал Матфея По тому же вопросу, по поводу чести, почтения А теперь я открыл это место И тут говорится о почтении Чтобы ты приобрел почтение И я подумал, может, это просто совпадение Я дальше читал В 18 стихе И узнают египтяне, что я Господь Когда покажу славу мою на фараоне На колесницах его и на всадниках его И здесь снова Господь сказал И что я получу честь на основании этого Фараон преследует тебя Он пытается настичь тебя Но я совершу чудо, говорит Господь Я похороню их в море Чтобы мне было честь и почтение Чтобы египтяне и все вокруг знали, что я Господь Не ты, Моисей Но я Господь И Бог проговорил мое сердце И он сказал, вот что я пытаюсь тебе объяснить Я призвал тебя быть пастором Я призвал тебя быть отцом Я призвал тебя любить церковь Я призвал тебя любить мою невесту Не важно, получаешь ты почтение или нет Тебе даже не нужно переживать по этому поводу Переживай только ради того, чтобы я получил почтение И все, что бы ты ни делал, почитай меня в этом Не пытайся увеличить свою ценность Поднимай мою ценность, говорит Господь И почитай других людей Чтобы ты давал им честь Поднимай людей в церкви Почитай каждого человека Потому что в теле Мессии у нас у всех есть дары различные Кто-то является глазами, кто-то ушами Кто-то печенью Кто-то сердцем Кто-то желудком Но почитай каждого Это в 1 Коринфянам 14 главе Там говорится, что мы можем почитать каждого члена церкви Я раньше думал, что это не моя задача, не моя работа Я думал, что моя задача просто помочь людям почитать друг друга Нет, моя задача это почитать тело И когда я буду почитать тело, то люди будут видеть мой пример И можно создавать таким образом культуру почтения Где мы придаем ценности каждому человеку Я не могу сказать своему телу, глаз ты мне не нужен Ты мне нужен Я не могу сказать печени, почкам, что мне не нужны вы Я знаю, что вас не видно Но я все равно вас почитаю Можете видеть мое лицо Но, ну, как бы Глотку мою вы не видите Но оно мне нужно Потому что мне нужна каждая часть моего тела Мы все тело Христа И я вижу нужду в том, чтобы почитать Но нам не нужно искать своего собственного почтения Притча говорится, пусть не прославляет себя человек Не восхваляет себя Если тебя почитают другие люди Пусть почитают, но не хвали сам себя Не надо всем сигналить и говорить Это я, это я Бог проговорил в мое сердце то утро И он сказал, если ты будешь почитать меня Я позабочусь о том, чтобы почитали тебя Я даже не хочу, чтобы ты больше думал об этом Это больше для тебя не проблема Я сказал, хорошо, Господь Да, Папа Я буду почитать тебя Буду стараться почитать тебя И все, что бы не происходило Это ты только получаешь честь и славу Тебе почтение за все Еще раз он сказал Почитай меня, и я позабочусь о тебе И Писание говорит, чтобы мы почитали других людей И мое понимание, что мы должны почитать друг друга Писание четко об этом говорит в Римлянах 12.10 Давайте откроем Римлянам 12.10 Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью В почтительности друг друга предупреждайте И тут говорится, что Почитайте друг друга Не рекламируйте себя, а просто поддерживайте друг друга Это значит, что мы должны давать друг другу место Потому что мы не знаем, что происходит в жизни каждого И тем не менее, мы должны почитать друг друга Мы с женой как-то пошли в ресторан три года назад И женщина, которая нас ждала, она была такой довольно злой Раздраженным человеком, во всяком случае, я так думал Она не улыбалась Она была такая ворчливая И мы как бы заказали еду Она взяла с собой воду, поставила, она разлилась Она вообще не была доброй И когда мы закончили обед, то я подошел к менеджеру ресторана И я сказал, видите вот ту женщину вот там? Она к нам очень плохо относилась Официантка И он сказал, извините У нее просто сегодня утром умер похороны мужа были Он умер внезапно И оставил ее с четырьмя детьми И она просто, у нее нет сил работать Но она сегодня была с утра на похоронах, а потом пришла на работу после этого И я сказал, о, Боже Я не знал, я не знал, через что она проходит Я не почтил ее Потому что ее поведение, наоборот, меня как бы заставляло противиться И я достал из кармана деньги И я вернулся к столу и оставил очень большие чаевые И когда она подошла, я положил руку ей на плечо И я сказал, я приношу свои соболезнования за смерть вашего мужа И она начала плакать Я помолился коротко за нее там И ушел И я сказал после этого, Боже Я буду очень сильно стараться, чтобы не судить людей Насколько у меня получится Потому что я хочу почитать людей Это не значит, что я должен соглашаться с их действиями Но это значит, что я уважаю, почитаю личность И проявляю любовь к этой личности Потому что это то, что Бог говорит здесь Нужно почитать друг друга И также говорится, что мы должны почитать тех, кто имеет власть Нужно почитать старейшим И в Ветхом Завете было особое почтение к священству Вы думаете, что все были согласны с их жизнью? С тем образом жизни, который они имели иногда? Я так не думаю Вы что, согласны с каждым старейшим, который вы имеете? Или лидером? Не во всех ведь вопросах, правда Но неважно Вопрос в том, чтобы ценить их и почитать их И Писание говорит, что у нас двойное почтение должно быть тех, кто нам преподает Слово, учит нас И вы знаете, что это значит двойное почтение? Это в контексте Писания Это значит, как бы, в два раза увеличивать финансы Это один из путей почитать людей И то есть, другими словами, почитать людей, это значит служить им И Писание говорит, что мы должны почитать верных людей И когда мы смотрим на то, что Бог говорит нам То видим, что Он побуждает нас развивать почтение и ценность Матфея 13 снова вернемся 15-я глава Матфея Третий стих С первого по шестой стих Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят С первого по седьмой Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб Он же сказал им в ответ Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать И за словище отца или мать смертью да умрет А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу То, чем бы ты пользовался? Тот может и не почитать отца своего или мать свою Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим Лицемерый, хорошо пророчествовала вас Исайя, говоря Люди, как они поступали? Они знали, что Писание говорит, что нужно почитать отца или мать Потому что это первая заповедь с обетованием Чтобы продлились не жизни твоей И чтобы у тебя все было хорошо Но здесь мы видим, что они этого не делали Но как было на самом деле? Они говорили, папа, мама, вот я бы дал свои деньги Но знаете что? Я их уже Богу посвятил Они как бы посвящали это Богу, но не давали Ему это И они говорили, Боже, вот твои деньги Положу их в карман У меня они в кармане, все нормально И по этой причине они не давали их своим родителям Это называлось корбан Мам, пап, это корбан, извини, ничем я помогу тебе Я их уже Богу посвятил То есть они соблюдали традиции отцов, чтобы не почитать отца или мать Но мы знаем, что мы должны особо почитать маму и папу Может, мы не согласны с ними Может, они к нам неправильно относились Может, кто-то из них алкоголик или наркоман Но они делали самое лучшее, как знали У меня была проблема в почтении моего отца Потому что мой отец никогда не делал ничего В школе Потому что мой отец никогда не приходил посмотреть Когда я в чем-то участвовал, например, в школе В спорте каком-то или еще где-то И я работал над своим почтением к своему отцу И Бог мне сказал, почитай его все равно Но я сказал, как я могу почитать своего отца? Так как он ко мне относился И Бог мне сказал, да, он Был идеальным отцом И Бог говорит, наверное, ты был хорошим отцом Я сказал, я не думаю, что я был идеальным отцом Но ведь и твой отец не был идеальным Ты сделал все самое лучшее, что мог? Я сказал, да, были ошибки Но все равно он старался, как мог Как вы думаете, ваш отец тоже делал все, что мог? Ну, да, я думаю, да Он, во всяком случае, делал так, как он знал Но мой отец меня обижал И знаете, что Бог мне сказал? Прости его И почитай его Он твой отец Почитай его за то, что он твой папа Я сказал, хорошо, папа, я буду делать И всем сердцем я верю Что Бог говорит нам Почитать его Потому что когда мы почитаем его Все почтение к другим будет истекать из этого И мы увидим, как мы будем почитать лидеров старейшин Будем почитать отцов Отцов в церкви, отцов в доме Отцов в правительстве Это меня очень захватывает Потому что это приносит великий мир в сердце И с чего же начинать? С чего вам начинать? Я думаю, с того же самого места, с которого Бог начал со мной Почитай меня И я позабочусь о твоем почтении И Ешуа нам сказал, что мы брали каждый день свой крест и следовали за Ним И Господь хочет, чтобы мы приходили в то место, где мы меньше заботимся о себе, но больше о других Приведу пример Например, общаюсь с тобой И у тебя есть что-то, что ты хочешь мне сказать Но я не особо заинтересован в этом Мне это не очень интересно И пока ты мне что-то пытаешься донести, я думаю о чем-то совсем другом Я тебя почитаю? Нет Я отдаю тебе свою жизнь? Нет И когда мы почитаем людей, мы слушаем Это легко? Нет Мы отдаем свою жизнь для других людей Моя жена, например, заходит, а я телевизор смотрю И она говорит, я хочу вот кулинарную передачу посмотреть Но я говорю, у меня тут особый просмотр кино О, окей Что же мне делать? Знаете, что такое крест? Это там, где Божья воля пересекается с нашей волей То есть, буду ли я свою волю исполнять или твою волю? В чем моя воля? Моя воля смотреть свое шоу А Божья воля в чем? Для меня, чтобы я почитал свою жену И когда я почитаю свою жену, я почитаю Бога И когда я почитаю Бога, я почитаю свою жену И отцы должны прийти в это место В это состояние Что мы как бы уничижаем себя и даем место Отцу Небесному Мне это очень нравится Есть что-то, что Бог сейчас делает в этом месте Чтобы отцы почитали Отца Я не говорю, чтобы вы прежде всего почитали свою жену Или прежде всего почитали своего начальника Я говорю то, что Слово Божие говорит Почитайте Отца Небесного И все почтение будет истекать из Него И Он начнет изменять наши сердца И хочу закончить с последним примером Первым Коринфянам, 3-я глава Я знаю, что вы это уже читали, но я вам еще раз прочту Второй Коринфянам, 3-я глава 18-й стих Мы же все открытым лицом, как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся в тот же образ От славы в славу Как от Господня Духа И как же нам почитать других людей Мы это сможем делать, когда мы сами будем изменяться Мы почитаем других людей через почтение Отца Мы прославляем Его Поклоняемся Ему И становимся такие, как Он Почитайте Его Прославляйте Его И через это мы становимся такие, как Он Мы с женой уже в браке 54 года И мы можем идти по улице вместе И люди нас спрашивают Вы что, брат с сестрой? Мы что, похожи друг на друга? Да, вы похожи Но мы не были похожи друг на друга, когда мы поженились У меня есть фотографии Мы не были похожи Но многие люди говорят, вы так похожи И, кстати, в Университете Массачусетса было исследование по этому поводу У них очень много было фотографий Пар, которые были уже в браке долгие годы И когда они только поженились Многие не были особо похожи Но через 30-35 лет они стали очень похожи друг на друга Кто вам говорил, что вы похожи с женой, мужем? Или что вы как брат и сестра? Какие из вас? Давайте посмотрим Есть больше из вас Да, это происходит Это со временем иногда происходит И знаете, что в этом исследовании университетском было сказано? Они говорили это благодаря тому, что вы переживаете одинаковые вещи И спустя годы лица, они как бы приобретают такие формы Через определенный опыт И через определенные эмоции Потому что мы продолжаем почитать Бога И когда мы смотрим на Него Мы преображаемся в Его образ Изменяемся Я не даю вам каких-то требований Я просто говорю, что если мы хотим почитать отцов Почитать лидеров церкви Почитать жен или мужей Наших детей Нам нужно начать с почтения Отца И я делаю это обычно в поклонении Как один из способов Вот с чего я начинаю Я просто устремляю свои глаза на Него И поклоняюсь Ему Аминь Аминь Давайте будем петь сейчас Сидите, стойте, как хотите, неважно Просто посмотрите на Отца сейчас Почитайте Отца сейчас Это не ради меня, не ради нас Это лично сейчас Это почтение Отца сейчас Аминь 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 Святый Бог Свято все Чему ты прикасаешься Прикасись Ты ко мне И освети меня Пусть твой дух обновит И действует Господь во мне Жизнь моя Все в твоих руках И нам лежит тебе Каждый день с тобою буду помнить я Каждый день с тобою быть хочу Каждый день с тобою буду помнить я Каждый день с тобою быть хочу Каждый день с тобою быть хочу Освяти меня 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 с тобою быть хочу О, к чему Ты прикасаешься. Прекоснись Ты ко мне и освети меня. Пусть Твой дух и действует Господь во мне. Жизнь моя вся в Твоих руках и поменьше в Тебе. И каждый день с Тобою буду помнить я. И каждый день с Тобою быть хочу. И каждый день с Тобою быть хочу. И каждый день с Тобою буду помнить я. И каждый день с Тобою буду помнить я. И каждый день с Тобою быть хочу. Азия-цик! Саввони, даст мое! Азия-цик! Саввони! Азия-цик! Азия-цик! Я каждый день с тобою буду помнить я Каждый день с тобою буду помнить я Каждый день с тобою быть хочу Освяти меня с тобою с тобою Освяти меня с тобою Освяти Освяти меня с тобою Освяти меня с тобою Когда мы начинаем Когда мы поклонялись Богу, our worship can only ascend as high as our value of Him is. See Him as a loving Father, who sent His Son for you. He is a good God. He's created the universe and everything on the earth. Oh, look at Him. Look at His love. Look at His majesty. Look at the throne of God. Look at it in your spirit. See the twenty and four elders. See the angels around the throne. See the saints of God and worship Him. You hear all of the saints of God and all of the angels magnifying the Lord. Let's just continue a little bit longer and worship Him. Honor Him. Put a higher value on Him than you've ever had before. Цените Его больше, чем когда-либо вы это делали. И каждый день с тобой буду помнить я. И каждый день с тобой быть хочу. И каждый день с тобой буду помнить я. с тобой быть хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потом я скажу слово, которое Бог мне дал к определенным людям. Пока мы поклоняемся, давайте отдадим Богу всякое непрощение, которое имеем, каждому человеку. И давайте дадим это Богу. И есть определенные вещи в ваших жизнях, из-за которых вы понимаете, что вы не получите исцеление, если не отпустите, пока вы будете помнить что-то. Но наш разум помнит все, что происходило в наших жизнях. И мы помним только верхушку айсберга. Мы запоминаем только 10% того, что происходит примерно. Но может быть есть какие-то вещи, которые препятствуют вам поклоняться Богу и прославлять Его. Может это препятствует вашей вере. И что же делать с этим, если не можете вспомнить, что мешает? У меня есть секрет. Это я слышу в Писании. Это говорит, «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Кто испытывает сердца? Дух Святой испытывает сердца. И нам нужно это помнить? Нет. Дух Святой помнит и знает. И Он заступается, ходатайствует за нас. По воле Божьей. Дух Святой молится за вас. Он исследует ваши сердца. И Он находит эти раны. Он находит эту боль. И Он заступается за вас. По воле Божьей. В чем воля Отца? Что бы вы были исцелены. Что бы вы были исцелены. Что бы вы были целостны. Что бы были вы целостны. И что бы все исцелилось, то что причинило вам боль в прошлом. Что бы оно исцелилось в этот момент. Say this prayer with me. And after we say this prayer, let's worship some more. And let the Holy Spirit search and find those places. He will find them and He'll heal them. Say this with me. Holy Spirit, search out my heart. Find those things in my heart that I can't remember. Shine the light of Jesus Christ upon those things. And bring healing to every part of my heart. I trust you to do it. I have asked you to do it. Therefore, therefore, as I worship you, I believe you're doing it right now. Go ahead and let Him. Go ahead and let Him do it. Go ahead and let Him do it. Let's worship the Lord. Let's sing some more. Put your heart on Him. Holy Spirit, you're doing a miracle right now. You're doing a miracle in hearts all over this congregation. You're touching things that have held them back in the past. and you're releasing them into freedom right now. Every person here healed. All past issues. Holy Spirit, we trust you. Heal our hearts. Find everything. Find everything. Catch it. Remove it. Remove the pain. In Jesus' name. По имени Иисуса. Ты нужен мне. Я о тебе мечтаю. Ты нужен мне. Я о тебе мечтаю. 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 Мой душ, ко мне навстречу поспеши. Я ищу тебя, и ты моя мечта. Я очень много мыл пути. Расскажи мне, как всегда найти? Я ищу тебя, и ты моя мечта. 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 Продолжение следует...